Здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеоролик, в котором я демонстрирую разработку одного предмета в разных техниках. В данном случае это болгарский перец. Работа велась с натуры. Перец выполнен в следующих вариантах. Реалистичное изображение в графике, простой карандаш, акварель, сухая пастель на тонированной бумаге, масло, декоративные разработки, гуашью и тушью. Итак, начинаем рисунок простым карандашом. Для начала необходимо закомпоновать изображение в листе и далее продолжаем прорисовку формы. Не просто срисовываем по контуру, а стараемся продумать, прочувствовать, понять конструкцию предмета. Делаем это такими обрубовочными движениями. Вылепляем предмет, словно из куска глины, отрезая ненужные части и моделируя форму. Затем начинаем работу над объемом предмета при помощи светотени. Штрихуем перец по форме, постепенно наслаивая один ряд штрихов на другой. Не нужно пытаться сделать темные части предмета сразу при помощи сильного нажима на карандаш. Подчеркиваем конструкцию предмета, не забываем про рефлексы. Рефлекс это свет на объекте, отраженный от поверхности или соседнего объекта. Чтобы не получить в результате невразумительную серую массу, рисунок должен быть хорошо проработан, быть четким и выразительным. Вообще рекомендую вам почаще рисовать с натуры. На фото многие нюансы не видны, оно искажает изображение цвета и делает предметы более плоскими. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Начинаю работу над акварельным изображением. Рисунок под акварель должен быть легким и чистым. Желательно заранее наметить все блики, рефлексы, собственные падающие тени. Делаем первую прозрачную заливку. Стараемся сразу задать колорит изображения. В падающей тени обязательно будут присутствовать оттенки предмета. Продолжение следует... Под следующими заливками моделируем форму и набираем насыщенность, но стараемся не переборщить, не замусолить и не засушить акварель. В небольшом этюде накладывать лучше не более 3-4 акварельных чистых слоев. Такая техника акварельной живописи называется лисировочная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий этюд выполняется маслом на тонированной бумаге. В данном случае я работала без разбавителей, писала густой неразбавленной краской. Для такой техники можно использовать мастихин, специальный инструмент в виде хорошо гнущейся лопаточки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее выполняем декоративную работу гуашью. Сначала разбиваем изображение на плоскости, подчеркивающую объем и форму предмета. Затем намешиваем колер, однородную красочную массу консистенции жидкой сметаны. Аккуратными мазками наносим колер на плоскости, закрашивая определенным цветом нужные нам участки. Для декоративной живописи лучше не использовать слишком много цветов. Выбираем себе несколько нужных нам оттенков и заполняем ими плоскости, повторяя в разных местах в зависимости от поставленной задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последняя разработка тоже имеет декоративную составляющую. Но уже в черно-белом варианте. Работа ведется тушью при помощи кисти и пера. Сначала работаем над более темными участками. Стараемся также выявить объем предмета. Более светлые участки прорабатываем пером, более темные соответственно кистью в виде пятна. Здесь можно использовать различные линии и узоры. Итак, разработки пятна готовы. Каждая техника имеет как свою прелесть и преимущества, так и сложность и специфику. Но чтобы это ценить, нужно пробовать поработать в каждой из них. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Спасибо за внимание!